Ом Ти Ви Юэй про найголовніше. Підпишите и не пропускайте новые видео. Обовязково пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы сильны, когда объединены. Это тоже нужно понимать. Вот того, что касается продовольственной безопасности. Это очень серьезно. Мы обсуждаем много вопросов, связанных с военной обстановкой, с техникой. Есть проблемы, есть достижения. Но вот, что касается продовольственной безопасности, хотите, не хотите, эту проблему мы решили. Это крайне важно. Если бы нам нечего было есть, если бы мы сидели... Представьте, мы бы сейчас сидели на импорте продовольствия. Не надо было бы никаких планов ударов, никаких перебросок в ось. Ничего не надо было. Нам бы просто перекрыли продовольствие, и мы бы здесь начали бы голодать. Как это и было в 90-е годы. Как это и было. Между прочим, кто не помнит и думает, что это фигура речи, это не так. Это не так. Вот я лично здесь, в Москве, стоял в очереди за гуманитарными пайками, которые на Калининском проспекте, он же Новый Арбат, раздавались грузовиков. Очередь стояла, мне только один раз удалось взять коробку с каким-то сухпаем, непонятным, там какой-то вонючие какие-то галеты, просроченные консервы и все такое прочее. За счастье считали. Сухпайда какой-то натовский, я не знаю. За счастье считали. А когда перестали платить зарплату, месяцами, приходилось работать за то, чтобы получать продуктами. Если вот кто не помнит, вот я могу сказать, выдавали продуктами. Кстати, военным выдавали, был такой приют, вместо денег выдавали продукты. Я помню, так сказать, в одну из зим, когда мне удалось два мешка картошки здесь, в московскую квартиру принести. Ну, мы были просто счастливы. Мы были очень рады. Я вам серьезно говорю. Это не шутка. Мы эту картошку ели, так сказать, всю зиму. Да, и очень были рады, потому что, так сказать, семья, как бы, в тот момент получалось так, что никто, кроме меня, не мог там по разным причинам не зарабатывать деньги и мне их не платили. Потому что задерживали там по два, по три месяца зарплату и говорили, все нормально, так сказать, но пока подождите. Так вот, этого больше нету. Если кто забыл, я вам напоминаю, это было. А после этого, да, решили вопрос с продовольствием, но как? Да, посадили там три, четыре, так сказать, пять известных фирм на импорт продуктов из-за рубежа. Продукты появились, но они все были под контролем, как бы, вот этих вот нескольких фирм-посредников и шли из-за рубежа. То есть, грубо говоря, если бы кто-то в тот момент захотел бы эти веревочки обрезать, я думаю, что нас могли запросто поставить на колени. Ну, вернее, как? Я в свой народ верю, и он многое может перенести, но, тем не менее, продовольственная безопасность – это крайне важно. Это точно не менее важно, чем оружие, а может быть, даже местами гораздо более важно, потому что с точки зрения, например, шатания, расшатывания внутренней стабильности, тема продовольствия, она является ключевой. Как только, как бы, да, нехватка, значит, какие-то, какие-то, да, эти самые, там, эти, призраки голода, ну, все, тут как тут, значит, идет дестабилизация обстановки. И эту проблему решили. Вот сейчас, вот, когда санкции начались, да, был перебой по некоторым, там, вопросам, как бы, в том числе по вопросам упаковки, потому что мы упаковки немного покупали, как бы, да, за рубежом. Но тоже решили. Опять же, тут не надо, как бы, да, никаких этих самых, никаких, так сказать, этих выдумок, да, просто зайдите в любой магазин и посмотрите, пройдите по полку, кто это производит. Есть, правда, проблема, некоторые производители до сих пор принадлежат иностранным компаниям, но, на самом деле, и это количество, так сказать, компаний сокращается. Это реально так. И это, на мой взгляд, здорово. Я считаю, что государство должно впредь этому уделять первостепенное значение. Плюс говорили о развитии села, что тоже важно, потому что если сельская местность полностью вымрет, а нас всех соберут, как бы, да, в 5-6 больших агломераций, там, ну, пусть даже 7-8, потому что это банковскому бизнесу, условно говоря, выгоднее, да, но это будет конец для России. Поэтому обсуждение, в том числе, стратегии пространственного развития, которая сейчас идет, в том числе в ходе встреч президента, да, это очень важно. Мы здесь, когда послание обсуждали, тоже об этом упоминали. По поводу предложения, буквально там пару слов. Вот когда было предложение, значит, по поводу создания зерновой биржи БРИКС, это как раз ровно та тема, которую мы здесь много лет обсуждали, да. Надо создавать параллельные структуры. Нас давят там, так сказать, пытаются перекрывать кислород здесь, не дают возможности, как бы, торговать в третьем месте, а обкладывают санкциями. Выход только один, да, ну, вернее, главный, так сказать, способ создавать собственные структуры. Поэтому, когда президенту предложили, как бы, да, вот, на идею насчет зерновой биржи БРИКС, и он сказал, что он обсудит, но это абсолютно уместная идея. Кстати говоря, я не знаю, опять же, я здесь не этот самый, как будто, так сказать, понятно, не специалист по биржам, но тем не менее. А может быть, мы и сами могли бы это инициировать, не дожидаясь, пока мы договоримся с кем-нибудь там, пока мы кого-то уговорим, потому что внутри этого сообщества есть и производители зерна, и его покупатели. Мне кажется, если мы начнем, то есть не будем там, условно говоря, ждать, пока там, условно говоря, этих спросим, тех спросим, они там будут там месяц-два-три думать. А между прочим, как бы, да, для нашего зерна сейчас создают уже довольно большое количество проблем, да. Если мы, может быть, сами начнем это делать, глядишь, то сказать, да, и остальные подтянутся. ОМТВЮА про Головне. Выводы делайте сами. Это бой на тендерской косе, где 23-й центр специальных операций ВМС Украины атаковал наши позиции, наш наблюдательный пост на маяке. Атака началась 28 февраля в 2 часа 20 минут ночи. Наш, один из бойцов дежурной смены, увидел приближающиеся катера. В атаке участвовали 4 катера, 3 катера марки Galaxy. А это та же ситуация, когда они атаковали, мы их встретили, уничтожили. Да, 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 да. Мы говорили об этом. Да, но есть некоторые подробности, которые я бы хотел озвучить. Также я хочу сказать, что наши СМИ, к сожалению, недостаточно внимания уделяют этой ситуации. Почему-то до сих пор, ну, вот, к примеру, нет интервью этих бойцов, да. Хотя я уверен, что это не по вине этих бойцов. И много чего другое. К примеру, они противостояли 40 спецназовцам минимум. Среди этих спецназовцев были американцы. Это есть шевроны. Американцы всегда участвуют в вылазках, которые наверняка успешные вылазки. При этом нужно отметить, всего 6 наших бойцов. Один из бойцов был изначально, за 2 недели до этого, он, ну, поломал ногу. То есть он вел бой с поломанной ногой. Не преуменьшая героизма, там был американец или американский шеврон? Нет, были особые американские шевроны, которые вряд ли бы украинец на себя. Там не просто был флаг США. Ну, я думаю, об этом информация позже. Вот, кстати, были подобные вылазки, где американцы принимали участие. Это, ну, так называемые наемники, то есть некадровые американцы. Они очень любят операции совместно с ГУР или другими силами специальных операций Украины. Именно на наблюдательные пункты. То есть это дальние позиции, где немного людей, где победа, в принципе, у них как бы в кармане. Вот. И первые кадры, которые появились с американскими наемниками, я их публиковал. То есть, если я не ошибаюсь, июнь 22-го года на Запорожском направлении, там также они были. Также была атака на наблюдательный пункт, как и в этот раз. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...